Всем привет! Сегодня будет небольшой обзор на надувное детское автокресло Booster Bubble Bum. Это такая штука, которая надувается, она совсем маленькая, вот она так выглядит без коробки, в чехле, надувается и вставляется в автомобиль вместо стандартного автомобильного кресла. Для чего эта штука предназначена? В первую очередь это для тех людей, которые путешествуют и могут взять ее с собой в рюкзак, в сумку и так далее. Данное кресло Booster предназначено для перевозки детей от 4 до 11 лет и весом от 15 до 36 килограмм. Вес такого кресла составляет всего лишь 500 грамм, оно очень легкое и по размерам это 28 сантиметров на 10 в сложном виде. В разложенном соответственно 28-28 квадратных. Бустер изготовлен из мягких и комфортных материалов, ноги ребенка не затекают, так как часто бывает на жестких сиденьях. Бедра малыша не потеют благодаря качественной дышечной и объявочной ткани. Также его можно использовать как подушечку под голову во время остановки и перерыва движения. Нейтральный черный цвет позволяет использовать его одинаково как для мальчиков, так и для девочек. Это британский бренд и производится он уже с 2010 года, получается уже 10 лет он на рынке и зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Поэтому я их могу смело вырекомендовать и кстати по моему промокоду вы получите скидочку 10%. Ссылочка будет под видео. Так и как же он собирается, надувается, давайте посмотрим. Поставляется он в такой коробке вот, ну и внутри вы найдете вот такое вот кресло. Значит это просто легкий чехол. Вы его достаете, раскладываете, откручиваете и надуваете. Его придется надуть. Все, вы его надули. Здесь есть всего лишь один ремень, который проходит по спине и цепляется за обычный ремень. И два фиксирующих кольца, которые тоже крепятся за ремень безопасности. Сейчас мы посмотрим, как это происходит в автомобиле. Смотрите, значит бустер надувается буквально за 20 секунд. Он сделан по принципу самонадувающихся матрасов, кто знаком с такой темой. Там внутри поры и, увы, буквально пару дувков и бустер уже готов. Видите, легко и просто. Может и девушка, и даже ребенок его накачать. Значит бустер имеет три крепежных фиксатора. Это самый длинный за ремень и два боковых тоже за ремень. И сейчас мы посмотрим, как это происходит. Смотрите, боковые фиксаторы мы цепляем за ремень в одной точке. Да, и в другой точке тоже мы фиксируем. И уже крепим ремень. И третью точку фиксации мы крепим сверху точно так же, как две боковых. То есть разобраться здесь будет легко даже ребенку, так сказать. И смотрите, еще главная фишка в том, что можете одновременно три таких бустера засунуть в машину. Или комбинировать два бустера, одно кресло, если у вас есть. Или два кресла бустер и так далее. И точно так же крепятся зафиксаторы и все остальные бустеры. Ну что, вам комфортно? Ну да. На попку мягко? Да. Молодцы. Ну и еще одна фишка, это то, что многие пользователи побаиваются, что в случае каких-то аварий может произойти какое-то самопроизвольное сдувание или повреждение и так далее. Поэтому были пройдены все тесты, и американские, и европейские. И во время них было доказано, показано, что этого не происходит. То есть такая функция у них, самонадувайка, даже вот видите, когда он у вас просто сдулся, и он, смотрите, сам, сам, из-за этого, что клапан обратный, сам надувается и сам сдувается. Поэтому насчет этого переживать не надо. И еще, смотрите, какая фишка, он спокойно влазит в машину, в бардачок даже. Давайте немного слов о том, почему же именно сегодня, вот уже несколько месяцев, это с конца октября, возник такой ажиотаж вокруг этих бустеров и альтернатив обычным автомобильным детским креселам. Значит, смотрите, это в Украине и во многих европейских странах просто введены штрафы за перевозку детей без автомобильных кресел. И поэтому используют уже альтернативные, поскольку не все такси оборудованы детскими креслами и так далее. И плюс арендованные автомобили, это для путешественников. Если вы едете за границу, берете в аренду автомобиль. Не все компании, которые дают вам автомобиль, дают еще плюс кресла. Поэтому альтернатива обычным автомобильным креселам, это именно вот такие надувные бустеры кресла для перевозки детей. Например, в Украине такая норма существовала и раньше. То есть перевозка детей без автомобильных кресел выше ростом 145 и до 12 лет запрещена. Но не было как бы предусмотрено штрафа. А вот только с конца октября ввели еще и штраф. Это около 20 долларов. В Украине это 510 гривен. И поэтому сейчас очень активно люди начали использовать именно вот такие надувные бустеры. Наши друзья постоянно, даже такси отказывают, брат, людей, зная, что будет 2-3 ребенка. И соответственно у них нет кресел. Поэтому люди берут с собой бустеры и спокойно перевозят. И еще одна фишка, которая отличает эту штуку от других производителей, это то, что можно его еще и стирать. Вы знаете, что дети, которые ездят на автокреслах, их очень часто приходится стирать. Поэтому внешний чехол здесь полностью снимается. И вы можете легко снять внешний чехол. Ну здесь открутить надо будет. И постирать. Видите? То есть он вынимается и снимается. Ну вот таким образом. Все вы стимаете, стираете. А саму подушку оставляете. Ее стирать не нужно, она тем более закрытая. Вот такой вот небольшой обзор. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok